Уильям Холман Хант Его отец-кладовщик не очень поощрял увлечения рисованием Уильяма В 16 лет Хант оставил работу клерка, стал копировать работы известных мастеров, а также писать заказные портреты К тому времени родители согласились, что у юношей имеется талант, достойный профильного образования И после нескольких попыток в 1844 году Хант поступил в художественную школу при Королевской Академии Его преподавателем стал основателем и первый президент Королевской Академии знаменитый художник-портретист Джошуа Рейнольдс Юноша учился прилежно и всего через год представил свои работы на выставку в Королевском Манчестерском институте Год спустя его картины увидели в Королевской Академии и Британском институте В Академии Хант познакомился с Джоном Милли и чуть позже с художником и поэтом Данте Габриэлем Рассетти И в 1848 году трое друзей образовали тайное общество, которое назвали Братство Прерафаэлита Художники протестовали против академизма и тривиальности жанровой живописи Чрезвычайно популярной викторианской эпохи Они считали, что классические позы и изящные композиции, присущие в частности Рафаэле Оказали разрушительное влияние на академическое преподавание искусства Отсюда и возникло собственно название Братства Прерафаэлита Хант был студентом Королевской Академии художеств Картины Ханта изначально не были популярны, но затем он приобретает известность Проведя два года на Востоке, он написал одну из самых известных своих картин «Свет мира», которая возбудила в художественной критике горячие споры Холмон Хант был единственным, кто до конца остался верен доктрине Братства Прерафаэлитов И сохранил их живописные идеалы до самой смерти Однако в конце концов ему пришлось бросить живу из-за все ухудшающегося зрения И последняя картина «Леди из Шаллота» была закончена помощником Эдвардом Хьюз Как все прерафаэлиты, Хант тяготел к высокой детализации своих работ Старался максимально приблизить пейзаж к естественной природной среде Символизм всегда был свойственным произведением Ханта Доходило до того, что его друзья обращались к публике через прессу Чтобы объяснить, что именно символизирует тот или иной предмет на картинах Ханта Художник предпочитал работать на холсте, грунтованной темперой, с оболенными кистями Домешивая лак в масляные краски, что делало цвета его картин сочными и яркими А поверхность похожа на стекло Хант часто проектировал рамы для своих картин Которые украшал сообразно смыслу произведения, продолжая и дополняя его Многие картины художника на тему библейских притч Отражали приверженность христианству и его ценностям Сочетая пристальное внимание к христианскому писанию, современной иконограме Вот цели братства прерафаэлитов, которые сформулировал Россетти Первое, иметь подлинные идеи для выражения Второе, внимательно изучать природу, чтобы знать, как их выразить И третье, сопереживать тому, кто является прямым, серьезным, сердечным, предшествующим искусстве За исключением того, что является обычным и высвоенным наизусть И что самое важное, создавать качественные картины и стадо Это цели братства прерафаэлитов, которые сформулировал Россетти Средства, вырученные за картины, ханта, позволили ему совершать путешествие в Египет-Палестину За два года хант увидел все главные достопримечательности Посетил Иерусалим, Назарет, Берут, Каир, много работал Совершал многодневные переходы, чтобы подыскать натуру для своих картин В 1856 году вернулся домой в Англию, загорелый, с бородой, с надеждой на скорую свадьбу Он был обручен Сенни Миллер, но когда он приехал, она бросила его Стала моделью Джорджа Прайса Бойса И в 1859 году хант растор помолв В 1866 году, через 7 лет, женился на Фанни Во Одной из 8 дочерей Джорджа Во Это придворный фармацет королевы Виктории Ей было 32, ему 38 Пара отправилась в тур по Ближнему Востоку Фанни была на 7-м месяце беременности Ханты были вынуждены задержаться в Италии, поскольку порты были закрыты из-за эпидемии холеры Ослабленная путешествием Фанни заболела лихорадкой и умерла через 2 месяца после родов Похоронив жену, хант увез малыша в Англию, где передал его на попечение сестры жены, юной Эдит Во В 1870 году перестает выставлять свою работу в Королевской академии на регулярной основе Активно участвует в жизни искусства Критикует Королевскую академию за ее убогую выставичную практику В 1875 году сочетается браком с младшей сестрой своей первой жены Эдит Во Поскольку английские законы того времени запрещали вдовцу жениться на сестре покойной жены Церемонию провели в Швейцарии Был грандиозный скандал семейством Во Вскоре появилась дочь Гладис, а 3 года спустя появился сын Хиллари Хант поощрял увлечение своей жены рисованием и литературой И вскоре вышла книга Эдит Хант «Дитя в Иерусалиме» Зарисовки из современной жизни в Сирии В 1905 году Ханта наградили орденом за заслуги и почетной докторской степенью по гражданскому праву Оксфордского университета В 1905-1906 году он публикует свои мемуары Год спустя группа меценатов приобретает его картину «Корабль» для галереи Эдит Знак уважения и вознаменований в 80-летиях художника В 1910 году Хант умер и был похоронен в соборе Святого Павла в Лондоне Ну вот, собственно говоря, и все Сегодня мы узнали, посмотрели работы Уильяма Холмана Хан Английский живописец, один из основателей братства при Рафаэле Все, всем пока, всем привет, до свидания, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok